Друзья, привет! С вами компания Сфера Кар. Меня зовут Никита и сегодняшняя съемка загнала меня в непривычные условия. Во-первых, я первый раз снимаю для вас в помещении, чему я несказанно рад, потому что на улице минус 90. Во-вторых, сегодня не будут, друзья, японских автомобилей. Мало того, не будет правого руля вообще, потому что сегодняшний обзор на три максимально буржуйских немецких кроссовера. Mercedes GLE и GLE Coupe. Или, как правильнее по-буржуйски сказать, Mercedes-Benz GLE. Встречайте, красоты! Давайте разбираться с самого начала, что же такое GLE или GLE, как ее принято называть. В 1991 году эту платформу, вообще ML-ка она называлась всю жизнь, называлась она ML-ка или M-класс до тех пор, пока не случился конфликт с BMW, которые сказали, M, это мы, вы Mercedes называете по-другому GLE, хотите ML. В итоге более длинножопый кроссовер стал Mercedes GLE. А среднеразмерный, вот такой вот, назывался ML-кой. ML-ка выпустилась в двух поколениях. Вообще ее создавали на смену G-классу, Гелендвагену, который я недолюблю. Вообще, мне кажется, что 50% людей, которые ездят на GL-ках, на Гелендвагенах, их не любят, просто это модно. Они ездят, морщатся, плюются и все равно ездят, потому что, ну, что ж тут поделаешь, такая мода. В итоге первое поколение ML-ки создавалось для того, чтобы сменить единственный мерседесовский джип G-класс. Конечно, не получилось, потому что G-шка осталась G-шкой до сих пор в топе у мерсоводоводов. Вот, не стоит обижаться на меня за то, что я тут плохо говорю про Гелендваген. Вообще, мое мнение, это всего лишь мое мнение, ни в коем случае оно авторитетным не является, тем более, когда речь идет про европейцев, которых я ни хрена вообще не соображаю. Первая ML-ка выпускалась с 97-го по 2005-й год в Америке. До сих пор, кстати говоря, GLE-шки выпускаются в Америке. Алабама – это их основное производство. В некоторых странах еще есть сборочные платформы, но производство только американское, потому что вот такого рода среднеразмерные кроссоверы, хоть европейские, рассчитаны на американский рынок. В 97-м году первое поколение ML-ки получило премию World Car Awards. Это вообще очень жирная премия на детроицком автосалоне. Детроицком автосалоне. Но скажу, вот единственная вещь, которая мне прям понравилась. Ну ладно, не единственная, но штука, которая меня улыбнула. Даже в то время первое поколение ML-ки, как и второе, очень многие характеризовали как один из самых некрасивых среднеразмерных внедорожников, потому что объективно он выглядел, ну, очень по-блюдски. Второе поколение ML-ки, друзья, с 2005-го по 2011-й год. Отказались все-таки от рамной. Получился у нас лонжеронный несущий кузов. Да и в целом, в принципе, это все. Небольшие доработки были по трансмиссии, появились оффроуд-версии. Убрали четырехступенчатую раздатку, сделали обычную двухступенчатую с понижайкой. По большому счету это все. Внешне машина, конечно, преобразилась, стала выглядеть посимпатичнее, приукрасилась, за что большое спасибо. Наверное, это все, что можно сказать о изменении во втором поколении. Честно говоря, тачка была очень популярна, очень популярна. До сих пор стоит недорого очень надежный мотор. Кстати говоря, именно ML хвалили за надежные моторы, в отличие от ее удлиненной версии GL-ки. Которая, кстати говоря, там очень сильно все пересекается. Друзья, самую главную важную вещь вам стоит понять из сегодняшнего обзора. Мы не будем углубляться в техничку, потому что там так до хрена информации, которая вообще просто моему мозгу не подвержена. Есть моторы, которые плохие, есть моторы, которые хорошие. То есть какие-то моторы можно брать, какие-то моторы можно брать, но только после рестайлинга, потому что там кучу дефектов устранили. А какие-то моторы можно брать только если пробег до вот какой-то степени, потому что на этом пробеге уже пора менять коробку или еще что-то. У японцев такого нету. Нет такого, что японцы сделали машину и говорят, вот классный автомобиль, но с плохой техничкой. У японцев все четко, именно поэтому мы и любим их, говоря о себе. Второе поколение стало последним с названием ML. Позже все кроссоверы у Mercedes стали называться GL и добавилась буква, которая придает различия по классам GLK, GLE, GLS, GLA и так далее. Сегодня у нас три красавца среднеразмерных бизнес-класса Mercedes GLE и GLE Coupe. Третье и четвертое поколение, друзья. Вот у нас красавчик четвертого поколения, единственный полноразмерный GLE, который у нас не купе. И две купешки представлены сегодня третьего поколения. Отличия у них на самом деле есть, это две колоссально разные платформы, но хрен сразу это поймешь. Это уже пошла моя субъективчина тачки, очень сильно похожи. Небольшие отличия по техничке, небольшие отличия по разнообразию моторов, по интерьеру и по экстерьеру. Сегодня, друзья, мы рассмотрим модель GLE на примере трех разных технических модификаций. Поговорим о том, что еще можно привести и скорее с левым рулем, и о том, почему это так выгодно в нынешнее время. Начнем с внешки, друзья. Предлагаю начать с вот этого белого красавца четвертого поколения. А тачка 2019 года – это GLE, полноразмерный, единственный не купе, представленный сегодня. Стоит говорить о том, что это красивый автомобиль. Да это охренительно красивый автомобиль, заявляю вам, как любитель всего японского. Хотя у меня есть, на самом деле, в семье Mercedes GLE, старый, длинной жопой, да еще. Не скажу, что я прям очень этим горжусь и доволен. Но, глядя на вот этих красавцев, особенно на вот этого длинненького, можно сказать, да, что немцы могут делать красиво, когда захотят. Описывать то, что я вижу, не буду, потому что видите вы то же самое. Выделяется он из всей линейки вот этой огромной решеткой с воздухозаборником. Кстати говоря, у Mercedes, так же, как и у Mazda. Mazda, по-моему, единственный концерн, который прям след в след идет за Mercedes, очень сильно повторяет вот эти вот огромные значения. Значки расположены на решетках. Вот такая же, в зависимости от комплектации, градация по решеткам, либо ячейки, либо полоски. Хочется заострить внимание на вот этих фарах. Фары у Mercedes вообще как бы, ну, это прям отдельное искусство. Да, практически сейчас на многих, на самом деле, европейских концернов по фарам очень заморачиваются. Мы недавно снимали, два года назад уже получается. Не так, что недавно снимали Lada с китайскими фарами. И тоже ты смотришь, Lada Vesta, между прочим, Vesta XV, извините, пожалуйста. Ты смотришь фару и, ну, реально можно утонуть. Так это китайцы. Лада, китайцы, давно-давно. Вот эта фара разработана компанией Mercedes, называется MultiBeam, совместно с производителем оптики Hela. 84 светодиода, которые работают в паре с блоком управления, получают информацию с камеры, расположенной в переднем бампере и отключают по отдельности каждый пиксель, что дает возможность подсвечивать именно ту область, которая вам нужна. То есть это интеллектуальная фара, которых у вас две. Короче, друзья, очень классная фара, можно сказать, произведение искусства в каждой детали этого автомобиля. Здесь таких много, пойдемте посмотрим дальше по техничке. Друзья, несмотря на то, что у нас тачки разного поколения, купешка от полноразмерной GLE отличается еще вот такими вот едва заметными фендерами. Тоже один из аспектов, по которым можно эти машины издалека друг от друга отличать. Здесь у нас классическая часть кроссовера, более вертикальный багажник, чем у купешки. Тачка сохранила все классические черты среднеразмерного кроссовера. В принципе, то же самое, что и в прошлом поколении. Не будем заострять внимание на каждый элемент, на то, что очень много дизайнеров работали на то, чтобы это было помимо того, что аэродинамично, еще и красиво. Вот. Не будем рассказывать про практичность, потому что такие тачки никто не покупает, чтобы ездить на дачу и думать, что как бы удобно нам было в большой семье ездить на тачке за 5 миллионов. Конечно, нет. Эта тачка максимально создана для того, чтобы просто ее хозяин кайфовал. Кайфовал вместе со своей семьей, кайфовал вместе со всем, что он положит в этот багажник. 655 литров объем багажника. Обещал не говорить про практичность. Но если надо, то тоже можно. Рассаду сюда положить. Только, пожалуйста, осторожно. Я думаю, что у тех, кто на таких тачках будет ездить, и рассада не дешевая. Третье поколение Гейл Ехи, друзья, представлено у нас в двух вариантах. Вообще, сегодня три белых коня, один из которых не белый. Декабрь, январь и герань. Это моя любимая песня в детстве была. Короче говоря, третье поколение Купе. Выглядит максимально стильно. Я бы, если бы не был специалистом в Мерседесах, вообще бы в жизни не отличил друг от друга. Отличается передней частью оптикой, хотя очень сильно похоже. По элементам, конечно, отличия можно найти. Здесь нету вот этого вот мультибим LED. Здесь стоит интеллигент LED от Мерседес. Обычные фары регулируемые, подстраиваемые вместе с рулем. То есть подсвечивающие угол вашего поворота. Тачка выглядит максимально стильно. Есть разнообразные варианты по обвесам. Слева у нас, кстати говоря, AMG-версия 63-я. Что мы имели в виду, когда называли эти автомобили купе? Когда говорим про японские тачки, купе в первую очередь ассоциируется с двухдверными автомобилями, такие как Nissan Skyline, Toyota Celica, например, или Supra. Какого черта немцы назвали купе вот это, непонятно. Но имели они в виду то, что крыша у него более покатая. Так же, как и Range Rover Dels. Она спорт, не спорт. У одного вот такая задница, у другого такая. Ну, бога ради. Хотите купе? Пускай будет купе. Выглядит стильно. Это что-то среднее между, чисто по визуалу, если не брать во внимание размер, что-то среднее между большим-большим раздутым хэтчбеком и маленьким-маленьким внедорожником. Да, вот, кстати говоря, у нас рядышком стоит еще одна подготавливаемая в детейлинге. ГЛЕХа без купехи. И здесь, очевидно, у нас разница на контрасте. Я, наверное, все-таки отдал бы предпочтение купехи, потому что просто выглядит стилей. Вообще, такие тачки покупаются лишь с одной целью, чтобы радовать глаз и получать эмоции. Тысячу раз сегодня буду повторять. Сядышком стоит еще одна купешка. Это дизельная версия. Сейчас дойдем до технички, расскажу вам все про моторы. Отличие вот этих двух красавцев в том, что левый белый перламутровый у нас в спортивной комплектации AMG, которую так любят ребята на Западе. В основные отличия это, конечно же, решетка радиатора с огромными воздухозаборниками, сама по себе форма бампера. Естественно, спортивное литье от AMG. И разнообразные дизайнерские элементы, типа накладок на дверях, элементов по салону. И самые главные фишки, это, конечно же, их техничка, друзья. Техничка, друзья. Начнем с длинножопенького нашего красавца четвертого поколения. Это бензиновая трешка. Битурбовый мотор, рядный, шестицилиндровый, с гибридной установкой на 15 кВт, как у Insight, нашего любимого старого 2009 года. На самом деле, гибридная система Mercedes называется EQ Boost, работает как старт-стоп, стартер-генератор, и придает ускорение при трогании с места. Короче говоря, маленький конденсатор, который выпрыскивает энергию и помогает раскручивать вам вал двигателя, который на битурбовом двигателе и так крутится сам по себе не слабенько. 367 лошадиных сил, это мощность мотора, 500 ньютон-метров крутящего момента, работает в паре с 9-ступенчатым автоматическим коробком переключения передач. Вот тот момент, где вы можете писать, грамотея двух слов связать не может. Естественно, никаких вариаторов у Mercedes никогда не было. Кстати говоря, первые два поколения ML можно было купить на механике. Вот, как только он стал ГЛ ехать, сразу, естественно, от механики отказались, потому что никакой это ни джип и больше ни рамный внедорожник. Вот, не знаю я ничего про этот мотор. Называется он, кстати говоря, не знаю, как потом прочитаю с бумажки, М256Е30. В том плане, хороший, хорошо себя проявляет, какие нюансы у него есть, будут и будут ли, не скажу. Если знаете, то пишите, друзья, да, в комментариях. Будем читать 100%, я точно, потому что в этом вопросе рано или поздно разобраться придется, таких машин мы возим много теперь. Знаю, что будет гореть чек, скорее всего, потому что это Mercedes. У меня знакомый купил такую машину, дилерскую, в салоне. Через неделю с горящим чеком вернулся туда, сказал, ребята, у меня горит чек. Ему починили. Не сказали, что, естественно. Не успел доехать до дома, чек загорелся. В итоге раз шесть эта операция повторялась у него. В итоге чек и чек, говорит он, и ездит себе спокойно, как бы не переживает. Просто у японцев чек горит, когда что-то сломалось. У Mercedes чек горит, значит, он просто есть. Чек и чек, говорят все владельцы Mercedes. Пойдем посмотрим дизельную версию. Дизельная версия, друзья, OM642LS называется двигатель. Это трехлитровый шестицилиндровый V-образный турбодизель. Выдает мощность в 249 лошадей. 250 лошадей, грубо говоря, нормальная мощность для городского кроссовера. Это единственная машина, которая здесь не срывает кукушку водителю, на которой можно комфортно и спокойно ездить по городу. Работает также в паре с 9-ступенчатым автоматом, тем же самым, естественно, на том же самом полном приводе. Все остальное у них идентичное. От себя скажу так, что, например, я не фанат дизельных легковых автомобилей. 80-ка какая-нибудь дизельная, ну классно. Знаю, что европейцы очень сильно ценят дизельные моторы. Их же все чипуют сразу, там какой-то Stage 1, Stage 2, Stage 3. Можно вот такую дыру в блоке выпилить, поставить туда даунпайп какой-нибудь получится, там вэшки все просасывать, как вы любите писать. Короче говоря, друзья, рассказываю, что вижу. Машина комфортная, ездить по городу будет достаточно, расход топлива небольшой. Это вот единственная версия, которая чуть-чуть затрагивает тему практичности, на мой взгляд. Пойдем посмотрим самую жесткую пушку. Посмотрите на вот эту красоту. 5,5 литров турбо на 585 лошадиных сил. Работает в паре с 7-ступенчатым автоматом. А в этом поколении еще 7-ступка. А в следующем поколении его сменил 4-литровый твинтурбовый двигатель на 612 лосей. Скажу так, что это самая срывающая башку версия еще и в АМГ-дизайне. То есть 585 лошадиных сил на вот такой вот среднеразмерный кроссовер. При том, что это нифига не гоночная машина, а результаты выдает вот такенные. По надежности мотора тоже судить не буду, потому что нифига не знаю. Но знаю, что все, кто на них носится, очень-очень довольны. Опять же, если заклеить изолентой вот эту лампочку чек. По обслуживанию. Ну, друзья, в общем, кто гоняет на таких тачках, я думаю, сильно там не экономит на обслуживании. И это очень сильно правильно. Мы с вами обязательно прокатимся на этом красавце. Постараюсь передать те эмоции, которые эта машина дает. Короче, друзья, всем, кто хочет получать максимальные эмоции от GLE, вам нужно брать GLE 63 S+. Непривычно, конечно говоря, что двигать кресло приходится на двери. Вот это чисто мерседесская фишка. Кстати говоря, в старой GLE такого нет. Все как у всех. Нащупал руку. Ну ладно, это нельзя сказать, плохо или хорошо. Это просто дело привычки. Что хочется сказать о салоне. Честно, я вау, очень круто. В этом поколении, получается, в первой GLE, после ML, очень сильно хвален салон, потому что материалы те же самые, что в S-классе. Передняя панель – это тоже копия с S-класса. По функциям, по опциям, я думаю, никому не надо объяснять, что такое Mercedes. Любой Toyota, как бы мы ее ни любили, надает по щекам. Руль заимствованный от Nissan Note E-Power, хочется сказать, потому что обрезанная передняя часть. Сейчас на всех спортивных тачках делают так, нижняя. Материалы топ, посадка суперская. Есть регулировка кресел водительского и второго вот этого вот человека, как он называется, пассажирского. В 12 направлениях есть опционально массаж задницы, массаж спины, все, что хотите. В базовой комплектации с черным потолком у вас доступна панорамная крыша, которая еще и открывающаяся, не все знают. Многие ездят на GLE и не знают, что она еще и открывается. Короче говоря, все удобства, которые существуют в любом практически современном Mercedes, здесь вы найдете. Да и вообще, в принципе, в любом современном Mercedes вы найдете все удобства, которые только можете себе представить. Очень много классных фишечек, не будем сейчас их перечислять. Да, вот одна из моих любимых опций, это когда проезжаешь вонючее место с открытыми окнами, удерживаешь кнопочку, которая у меня потерялась где, забора воздуха из салона. У тебя все закрывается, когда ты проехал вонючее место, удерживаешь ее обратно и все открывается в те же положения, в которых и было открыто. И это, причем, функция доступная в Mercedes с 90-х годов. Вот это вещи. Вот это вещи, это комфорт, который, конечно, и затмил вам глаза, дорогие мои европейцы, которые потом приезжают с чеками и говорят, у меня ремонт 800 тысяч рублей. Но ребята, которые берут такие тачки, бабки не считают. Друзья, не сказал про подвеску. У нас стоит независимая многорычажная подвеска, что спереди, что сзади. Есть внедренная система активной регулировки клиренса E-Active Body Control. Это электро-гидропневматическая подвеска, которая меняется, меняет клиренс в двух положениях. Вот то же самое, перерожденное от оффроуд-версии второго поколения. Скажу, что гидроподвеска это топ. Пневмоподвеска, ну, в общем, муторная штука, нифига не внедорожная штуковина. Если ее правильно обслуживать, постоянно мыть, то, я думаю, что прослужит долго. Все пневмобаллоны, которые стояли на Lexus, на Mercedes прошлого поколения, их постоянно меняли. Они периодически взрываются в итоге, либо переходят на пружины, либо так и меняют до сих пор. Слава богу, сейчас очень много аналогов. То есть не нужно покупать оригинальные запчасти. Есть компании, которые восстанавливают эти стойки с регулировкой по жесткости. Есть аналоговые всякие баллоны. Вот, здесь стоит что-то, я так полагаю, какой-то симбиоз гидро- и пневмоподвески. Перестань баловаться сидушками. Прикольно, да? Да, реально, вот 23-й год на носу, а мы все еще притащимся от электрорегулировок под голову. Но это очень круто. Это очень круто. И ты вот, сидя в этом салоне, реально понимаешь, за что ты отдал столько бабок. Странно. Вот в гелике я вот не понимаю, ни хрена, какого черта он так стоит. Да, друзья, салон топ. Вот что тут сказать? Топ такого нету ни у Toyota, ни у Nissan. Ни хрена вы не увидите. Mercedes вообще самый, наверное, топовый концерн, который делает самые жирные салоны. Опционально насыщенные, безопасные. И самые крутые материалы. И вот эта вот кожа, которая не будет. Хотя Toyota тоже не облазит. Кому я пытаюсь? Зачем пытаюсь сам себя обманывать? Toyota тоже дерьмовая кожа, но она тоже ни хрена не облазит. Вешалка, друзья, от Mercedes. Плечики, да. Ну, такая себе. Маленького мультяшного пингвина, похоже. Та-дам! Который с Бэтменом воевал. Что хотел добавить, сидя на заднем сидении GLE купе третьего поколения? А то, что в этом поколении, как и в прошлом, как и вообще во всех машинах, в каждом поколении улучшают комфорт для пассажиров, где бы они ни сидели. То есть место для коленей увеличено. Салон в плечах для пассажиров стал тоже попросторнее. Поэтому, хоть это у нас и среднеразмерный кроссовер, да, не GLS, огроменный, длинножопый, места здесь предостаточно. Все условия для комфортного существования задних пассажиров здесь также соблюдены. Подстаканники, я думаю, перечислять мы не будем, потому что их здесь нет, прикинь. Нету ни хрена подстаканников, только в двери можно поставить. Или есть? Как может быть? Вот они, подстаканники. Вот. Здесь у нас свое устройство для регулировки климат-контроля, управления, подогрев и охлаждения задних сидушек. Нормально. Нормально. Не будем удивляться, потому что сзади сидеть удобно в тачке за столько бабок. Ну, естественно, присосочки в AMG-версию засунули. А если взять обычный наш дизелек, старый добрый, ни хрена вы, конечно, не получите. Вот. Ну, а в жирных комплектухах есть. Есть доводчики, конечно, присоски. Пойдем посмотрим салон у длинножопой. Находимся в четвертом поколении или второго у ГЛЕХи. Поняли, да, прикол? В том, что если считать вместе с ML-ками, то поколение четыре. Если считать только ГЛЕХи, то два всего. Машина-то одна и та же, название просто разное. Короче говоря, находимся в самой последней версии. Не купе и сразу же офигеть, можно какой огромный здесь дисплей. Разделенный, да, на две части, где у нас с левой стороны. Ну-ка, нафиг понатыкну сейчас сразу. У-у-у! Японский рот. Звездное небо, друзья, ни хрена себе. Вот это офигенно кайфовая, бесполезная опция. Это у кого не хватило бабок на панораму, вам, пожалуйста, звездное небо. Да не, шучу, смотрится очень суперски. Диодная подсветка у нас по периметру всего салона. С возможностью регулировки изменения цветов. Материалы вот эти вот. Это никакой не ДСП. Это настоящее дерево. Я кайфовал, сидя в купе прошлого поколения. Здесь кайфую, ну, возможно, чуть-чуть побольше. У нас не АМГ руль от Nissan, но от E-Power. Обычный кругляшок. Стандартный, строгий, классический. По опциям тоже перечислять бессмысленно. Есть все, подогревы, массажи, электроприводы. Ну, кого удивить крутой музыкой. Самые жирные, наверное, тачки из всех, что мы привозили. Нифига, были жирнее. Сто процентов. С правым рулем. А не вот это вот все. Вот, ладно. Как бы я не любил Японию, я признаю на сто процентов, что салон в Мерседесах всегда был круче по опциям, по оснащению, по материалам немцы. Это, конечно же, топ. Нюанс. У Мерседесов всех последних поколений, да даже не последних, уже, наверное, 4 поколения, даже на нашей GL-ке старенькой, да, 2009 года, вот эти вот селектор-переключения, расположенные на руле, вместо дворников на нормальном автомобиле. Вроде бы и удобная штука, да, и нет вот этой вот огромной мотыги здесь. Но, когда вы путаете дворники с поворотниками на другой тачке, здесь вы путаете дворники или поворотники с переключателем передач. И в один неловкий момент вы можете, перестраиваясь, бахнуть ему в нейтралку, он зажигает вам вот такую вот гирлянду вот этих, ты дебил, что ты делаешь со мной, с ума сошел, ну-ка остановись, выключи, включи, а лучше возьми сканер, засунь в меня и дай мне немножко отдышаться. Тачка не понимает, что вы хотите сделать, поэтому пересаживаясь с правого руля, друзья, вот к этой штуке, пожалуйста, большое внимание проявите. Че, друзья, кайфанем, взяли самую жирненькую, чтобы прокатиться, 63-ю на 585 лошадиных сил. Ну и первым делом поддадим овсанам месяц. Ты чувствуешь прям, как все четыре колеса из-под тебя вырываются. Если вы уже готовитесь писать комментарии про то, что козлы опять на клиентских тачках носитесь, ни хрена это тоже наша тачка, тоже наш сотрудник привез, поэтому вот на этой можем сжигануть немножко. В общем, машина не для всех, я так скажу. Если планируете просто кататься от дома на работу, нафиг она вам не нужна. Если любите кайфовать от мощных мощей, то вот, по-моему, вот эту крестовскую свою фразу, типа никто не круче вэшки, забыл сразу же, как только сюда сел. Спасибо, братан. Даже вон какой-то чувак на епауэре, офигительнейшем, в обвесе металлист пропустил нас вот так. Звук, конечно, прикалывает. Я бы на ней продубасил бы пару деньков, поносился бы по городу. Слушайте, мне страшно, ни хрена себе. Включаешь спорт плюс режим, и тачка начинает вообще с ума сходить просто. Не получится, нормальных слов нету от того, как себя эта тачка ведет, когда нажимаешь на педаль газа. Не хочется рассказывать про то, что она офигенно рулится, и так понятно за столько бабок. Но вот этот вот подрыв, конечно. В общем, друзья, если подобрать нормальные слова, то ощущение топ-динамика сумасшедшая. Я не смог продержать педаль, выжатый в пол, и пары секунд, потому что просто дико страшно. Чувствуешь, как все четыре колеса просто начинают шлифовать под тобой. Это реально бешеная японская мощь. Как европейский секс. Итак, друзья, основная же мысль сегодняшнего обзора. Какого черта эти три европейских автомобиля еще и с левым рулем делают на вашем канале сферокар, которые возят машины из Японии, соответственно, с рулем справа. А скажу я вам, во-первых, не только с Японии мы возим автомобили, а теперь еще и из Кореи. И именно оттуда три эти красавца прибыли к нам под полную пошину одновременно. А почему? А потому что охрененно дешево эти машины залетели сюда. Начнем с вот этого красавца трехлитровой бензиновой версии с гибридной установкой на 15 кВт в четвертом поколении или второй, если считать по ГЛЕХам. 5 миллионов 200 тысяч рублей итоговой стоимости этого автомобиля. Сейчас, конечно, доллар уже немножко подрос, за 5200 сложновато, но в пределах 5,5 миллионов запроста. Это почему так просто звучит? Потому что вы еще не знаете о том, что в России такие автомобили на вторичном рынке стоят от 8,5 миллионов рублей. Это тачки, которые здесь уже побегали. Привезенные из Америки, скорее всего, да, точно так же, либо с Европы. Напомню, что все поколения ГЛЕХ выпускаются в Алабаме, в Америке. Вот, можно такую же тачку привезти с правым рулем из Японии. Цена будет еще пониже примерно на миллион рублей. По купехам начнем с дизелька. 3 миллиона 300 тысяч рублей залетел сюда. Выбор большой по дизельным версиям, трехлитровым. По российскому рынку могу сказать, что от 4,5 миллионов – это минимальная цена, которую удалось найти в объявлениях на сегодняшний день. Так что, друзья, вот вам и смысл. Это выгода от миллиона до 4 миллионов, если судить по жирненьким версиям. Самая жирная на сегодня версия, 63-я на 5,5-литровом двигателе, залетел сюда чуть меньше, чем в 6 миллионов. По низу рынка вторичного в России от 5-300 можно найти варианты, но это автомобили с пробегами по 200-250 тысяч. У этого красавца 16 тысяч километров пробег. Новое поколение, если смотреть уже в четвертом или втором по ГЛЕхам, в Корее начинается от 11 миллионов на вторичке от 13,5. Вот вам опять 2,5 миллиона разницы, друзья. Это не все технические версии, которые есть в этих кузовах. Помимо Мерседесов, актуальны также с поставкой из Кореи леворульные автомобили, такие как Ауди, БМВ, любые Мерседесы. Есть еще и некоторые корейские автомобили, кстати говоря, мы их ни разу еще не привозили, потому что, конечно, по качеству они японцам очень сильно уступают. Но те, кто все-таки намерен ездить всю жизнь на левом руле и не готов отдавать по 5 миллионов за вот таких красавцев, друзья, присмотритесь, на корейском рынке тоже есть интересные. Поэтому расставляйте приоритеты и помните, что в Японии, а теперь еще и в Корее есть идеальный вариант для каждого. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки и до новых встреч! Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.